Доброе утро, друзья! На календаре 29 ноября, пятница. Для большинства последний рабочий день этой осенью. Пусть он будет легким, интересным и полным приятного общения. Пока вы к нему готовитесь, я расскажу, что вас ждет в нашем выпуске. Вместе с Ириной Герасимовой мы составим список самых интересных мероприятий, которые стоит посетить в предстоящие выходные. В Дворце культуры «Современник» стартует пятый городской шоу-проект «Хоровая ассамблея». Познакомимся со странным на вид, но очень милым и добрым зверьком Трубкозубом. Если просто почитать его описание, не в виде картинки, можно представить себе жуткого монстра. Посочувствуем нашему зарубежному коллеге-репортеру, которому кто-то подложил свинью. А коронным номером попугайчика стала сценка, в которой он притворяется мертвым. Побываем на литературном вечере Виктора Кельха и отметим день рождения Константина Симонова. Знакомлюсь с девушкой и представляюсь ей. Меня зовут Кивив. Научимся прыгать, как медведь. А с апельсинами курочку приготовим по рецепту Ольги Фадеевой. Доброе утро, друзья! Сегодня мы будем готовить вместе с Ольгой Фадеевой, хозяйкой ресторана «Русс». Ольга, доброе утро! Доброе утро! Пурица и апельсин – интересное сочетание! Да, сочетание очень интересное. Мы сегодня хотим приготовить блюдо. На первый взгляд простое, но оно с необычным вкусом, как вы заметили. Действительно апельсины. Мы будем делать бедра с апельсинами. То есть мы все едим курицу, и наша задача – приготовить как можно больше рецептов с этим продуктом, чтобы разнообразить нашу еду вкусное, наше меню. Нам потребуются для этого куриные бедра. Мы взяли вот такую форму для запекания и рассчитали приблизительно, сколько у нас сюда поместится. Для нашей формы взяли 5 штук крупных. Апельсины мы тоже взяли 4. Сейчас порежем, посмотрим, сколько нам будет достаточно. Соевый соус и кунжутное семя. И масло немножко смазать форму, чтобы у нас не пригорело. Приступаем. С чего начнем? Мы немножко посолим и поперчим бедра. Пусть они немножко пока маринуются. Мы прям вот с тарелочки чуть-чуть, слегка прям. У нас будет соевый соус, поэтому сильно солить мы не будем. У нас достаточно будет соли от соевого соуса. Апельсины мы будем нарезать кружочками, как можно тоньше. Сейчас будем их выкладывать и посмотрим, сколько нам понадобится, но мы не стали экономить. Теперь нам нужно взять форму. Смазываем немножко дно маслом. Так, чтобы у нас апельсин не пригорел, мы сейчас выложим несколько кружочков на дно. Но теперь нам нужно еще выложить по краям, чтобы у нас край тоже был апельсиновый. И теперь мы будем выкладывать бедра. Между ними мы тоже будем вот так вот делать сразу апельсины. Наши бедра мы распределили. Вот у нас так хорошо получилось, красиво. Между бедрами мы тоже положили апельсин, чтобы у нас прям вкус апельсина перешел во время готовки. Следующее, что нам нужно сделать, это мы берем соевый соус. У нас здесь где-то 100 миллилитров. Прям поливаем курицу. Нам осталось только посыпать куншутными семечками. Отправляем в духовку на 40 минут. Необыкновенная красота. Это просто праздничный ужин, а необыкновенный. Да. Так что готовьте обязательно. Приятного аппетита! Спонсор рубрики «Ресторан Русь». Как правильно? Дерматин или дерманатин? Спасатели не устают повторять. Ходить по льду опасно. Но все равно находятся любители пощекотать себе нервы и пройтись по прозрачной корочке. У нас к вам другое предложение. Речки и пруды лучше фотографировать. А снимки присылать нам на адрес «Утро собака. ТРКЗ. Ру». Не все, конечно, только самые красивые и интересные. Чтобы настроение поднималось. Зима медленно, но настойчиво отбирает права в осени. Реки закрываются льдом, но ходить по нему пока очень опасно. Лучше полюбоваться с берега. Друзья, будьте осторожны! Чем заняться в выходные? Убраться в квартире, выучить с ребенком все уроки, пробежаться по магазинам. Все это, конечно, очень важные и нужные дела. Но отдыхать тоже когда-то нужно. Причем отдыхать познавательно, увлекательно, весело и всей семьей. Ирина Герасимова знает, куда вам отправиться в поисках новых впечатлений. Доброе утро! Сегодня пятница. И мы по традиции готовы рассказать вам о самых интересных событиях, которые в ближайшие дни состоятся в нашем городе. В эфире рубрика «Афиша». Начнем с дня сегодняшнего. 29 ноября в 18 часов всех в гости приглашает Дом культуры «Дружба». Но не на простой концерт, на свой 60-й день рождения. В программе юбилейного гуляния песни и пляски, русские сказки, подарки и поздравления, пироги и варенья. Приходите поздравить дружбу с праздником. В 18.30 взрослых зареченцев на танцпол приглашает Центр здоровья и досуга поучаствовать в программе «Молодой душой». На этом вечер пятницы заканчивается, и мы переворачиваем календарь. А субботнее утро начинается с премьеры. В 11 часов в Театре юного зрителя состоится спектакль «В одном недалеком королевстве». Детская веселая история с песнями, с танцами, яркая, шумная. И спектакль называется «В одном недалеком королевстве». Это не то, что там недалекие люди, это, скорее всего, что это очень близко где-то к нам. Ольга Анатольевна Рыбалка, наш автор, уже не первый раз выступает в роли драматурга. Мне очень нравится с ней работать, потому что это действительно очень качественные, классные такие, веселые, с юмором тексты. При этом всегда в них есть очень такой какой-то хороший, правильный смысл. Также Ольга Тришкина, наш хореограф. В Содружестве мы сделали такие, мне кажется, очень яркие, интересные номера. Вокальные номера, автор музыки Андрей Аксенов. Маша Захматова с нами занимается вокалом. Ну, то есть, такая потрясающая команда декорации Оксаны Афониной. Все это ярко, вкусно, сочно. Приходите, не пожалеете. В это же время, в 11 часов 30 ноября, во Дворце культуры «Современник» стартует пятый городской шоу-проект «Хоровая ассамблея». Посвящен он будет 75-летию Великой Победы и пройдет в три этапа. В первом примут участие 20 хоров из детских садов, школ, а также городских предприятий и учреждений. Приходите! В субботу в 11 часов в «Фоке лесной» состоится финал 22-го Всероссийского турнира по боксу имени Михаила Васильевича Проценко. Болеем за наших! 30 ноября в 18 часов, а 1 декабря в 18.30 вас снова ждут в Театре юного зрителя на постановку по Ивану Тургеневу «Месяц в деревне». В воскресенье 1 декабря в 11 часов юных зареченцев приглашают сразу на два мероприятия. В Центр здоровья «Досуга» на игровую развлекательную программу и в Тюз на спектакль «Карлсон, который живет на крыше» опять прилетел. Решайте, куда пойдете! Ну а ближе к вечеру, 1 декабря, посмотрите праздничный отчетный концерт в студии популярной музыки «Илон» «Когда семья родная рядом» во Дворце культуры «Современник» в 17.00. В программе любимые популярные песни, а также танцевальные номера в исполнении студии хореографии «Кидз» и Центра современной хореографии «Продвижение». Вот такие впереди выходные. Проведите их с хорошей компанией и в отличном настроении. А в Африке, а в Африке, помимо печального гиппопо, живет еще очень много самых разных животных. С одним из них мы сегодня познакомимся в рубрике «Щитовод». Вот уж действительно, налицо ужасные добрые внутри. Хотя не такие уж они и ужасные. Здравствуйте! Предлагаю вам сегодня познакомиться с очень забавным и совершенно безобидным зверьком. Это трубкозубь. Он представляет целый отряд млекопитающих. То есть родственников на земле у него уже не осталось. А его прапрапрапрадед появился в Кении около 20 миллионов лет назад. Сейчас же его можно встретить только в саваннах Центральной и Южной Африки. Название животное получило из-за необычной формы 20 зубов. У них нет ни эмали, ни корней. Растут они непрерывно на протяжении всей жизни своего владельца и напоминают сросшиеся трубки. Африканцы зовут этого зверька земляным поросенком, потому что у него забавный хрящевидный пятачок, которым он непрерывно сопит и обследует землю в поисках пищи, термитов и муравьев. Уши у нашего героя просто огромные по сравнению с головой – около 20 сантиметров. Такое впечатление, что трубка зуб попросила их поносить у зайца или осла. А мускулистый хвост длиной до 50 сантиметров взял на прокат у кенгуру. Лапы вообще ни на что не похожи. Вроде бы копыта, но с мясистыми пальцами и очень толстыми когтями. Весит это чудо природы 60-70 килограммов. Если просто почитать его описание, не в виде картинки, можно представить себе жуткого монстра. Но на самом деле это милейшее и добрейшее существо. В крайнем случае трубка зуб попытается отбиться от нападающего лапами и при этом будет жалобно мычать. А если появится возможность, тут же попытается сбежать и укрыться в своей норе. О, это непревзойденные землекопы! За 3-5 минут они способны вырыть себе дом глубиной в метр. Средняя длина их укрытий 3 метра. Местные жители любят трубка зуба, потому что он помогает им избавиться от термитов и муравьев. У него длинный липкий язык и совершенно непробиваемая кожа. Так что, полакомившись насекомыми, он может запросто уснуть прямо в их разоренном доме. Укусы ему не страшны. Жаль только, что наблюдать за милым существом достаточно сложно. Днем земляной поросенок спит в норке, а за пропитанием отправляется после захода солнца. У него слабое зрение, зато отличное обоняние. Живут трубка зуба в дикой природе около 20 лет. Можно их встретить и во многих зоопарках мира. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха днем минус 1, минус 3. Ночью 2-4 градуса мороза. Мужские дубленки от российских и турецких производителей. Теплые и практичные, стильные и уютные. Меховой дисконт в центре. Мы знаем, что нужно мужчинам. Семь! Семь черных пятниц! Корпорации «Центр». Смотрите, двухметровый холодильник «Бош», не требующий разморозки, за 29,990. Доставим бесплатно. Корпорация «Центр». Все как для своих. 60 лет атомному ледоколу «Ленин». Всероссийская акция «Стоп ВИЧ-спит» в Нижегородском АСЭ. 300 тонн оборудования «Зио Подольск» для АЭС «РУПУР». Смотрите в среду в 20.00. Яркие, сочные цены. Во всех магазинах «Лалэ Антилоп» «Черная пятница». Скидки до 50%. С 28 ноября по 1 декабря. «Лалэ Антилоп». О том, что попугаи умеют разговаривать, знают, наверное, абсолютно все. А вы слышали, что эти забавные птички – прирожденные артисты? Не знаю, радует ли актерскому таланту своего подопечного героя сегодняшних бредовостей. Одно могу сказать точно – прославиться с его помощью у них получилось. Доброе утро! В эфире бредовые новости и вот о чем я вам расскажу сегодня. Наша служба и опасна, и трудна. Актерский талант и жадные родители. Теперь об этом поподробнее. Доброе утро! В кадре неожиданно появилась назойливая свинья, которая в прямом смысле заставила репортера бегать кругами. Он извинился перед коллегами в студии, которые, к слову, не удержались от смеха, и поведал, что несносное животное не только пристает к нему, но даже кусается. Прямой эфир пришлось остановить, чтобы мужчина смог каким-то образом справиться с хрюшкой и продолжить работу в нормальном режиме. Кстати, мой коллега из-за этого инцидента не слишком расстроился. Наоборот, таким образом он получил настоящую минуту славы. Эта птичка по кличке Гун, живущая со своими хозяевами в Бангкоке, умеет выполнять несколько трюков. А коронным номером попугайчика стала сценка, в которой он притворяется мертвым, лежа на человеческой ладони. Эти кадры вполне могут напугать очевидцев. На первый взгляд их прям кажется, что мы видим бездыханное создание. Даже хозяева иногда нервничают, глядя на мастерство пернатого артиста. Но не бойтесь, с Гуном все в порядке. Он так сто раз уже делал. Порой дети начинают так плохо себя вести, что мамам и папам приходится их наказывать. Подобный случай произошел и в этой семье, пожелавшей остаться инкогнито. Оба ребенка в ней настолько часто ссорились и дрались друг с другом, что родители решили конфисковать у них любимые гаджеты. Несмотря на потоки слез, детям обещали продать оба устройства. Упакованные в коробку и подготовленные к продаже планшеты лежали в кладовке с лета. И вот родители осенило. Скоро Рождество. Поэтому мама и папа собираются завернуть конфискованные гаджеты в красивую бумагу и положить их отпрыском под елку. Ничего не скажешь, экономный вариант, но не педагогичный, как посчитали многие пользователи сети. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите в понедельник, а прямо сейчас в эфире нашей программы «Гороскоп». Овен. Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна. Выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, многого добьетесь. Телец. Этот день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто попадется вам на глаза. Вы рискуете переутомиться. Близнецы. Вы склонны делать из мухи слона. Зачем? Все совсем не так плохо, как вы себе напридумывали. Перестаньте беспокоиться из-за каждой мелочи. Рак. У окружающих может создаться впечатление, что вы единственный человек, который реально понимает, что происходит. По-видимому, так оно и есть. Лев. Вам далеко не все будет удаваться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой и пятой обязательно получится. Если, конечно, энергии хватит. Дева. Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. И это поможет заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза. Весы. Вас будут сдерживать лишь те границы, которые вы сами себе установите. Только не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями. Скорпион. У вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь. Общаться с вами будет непросто. Стрелец. Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. И это, правда, не означает, что все они будут удачными. Козерог. Ваши хлопоты в основном будут носить альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которая посетит вас вечером. Водолей. Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте благоразумны. Рыбы. Широкие жесты – довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой? Зайцы встали по порядку, Зайцы делают зарядку, Саша тоже не ленись, На зарядку становись. Прыг, скок, руки вверх, Прыг, скок, руки вниз, А теперь давай, дружок, потянись, тянись, тянись. Рядом ёжик травку топчет, Заниматься с нами хочет. Будем с ёжиком шагать, Ножки выше поднимать. Если вы любите поэзию, У меня для вас хорошая новость. В Заречном возобновилась старая, Добрая традиции литературных вечеров. 27 ноября, В канун дня рождения Константина Симонова, Поклонники его таланта собрались В дворце культуры «Современник», Чтобы послушать стихи поэта В исполнении Виктора Кельха. Узнав, что Виктор Викторович Готовит литературный вечер, Посвященный Константину Симонову, Мы ни секунды не сомневались. Конечно, надо идти. Это же Кельх, Человек, который во всем пытается докопаться До самой сути, Скрупулезный и внимательный к мелочам, Способный увлечься и увлечь, Влюбиться и заразить всех вокруг своей любовью. Уж если он взялся рассказать о Симонове, Значит, прочитал о нем не один десяток книг, Не говоря уже о творениях самого поэта. И мы не ошиблись. После сына артиллериста я в него влюбился. Он мне близок и по-человечески, И по-этически, И близок, и дорог. И пока жив, буду. Буду, 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 буду Рассказывать о Симонове. Сколько хватит сил. А тем более в канун Дня рождения Константина Симонова. Кстати, вы знали, что мама назвала его Не Константином, а Кириллом. Но из-за травмы языка Молодой человек не мог выговорить это имя. И взял себе другое, Чем очень расстроил самого родного человека. Он мне говорил, мама, Ну не могу я, ты понимаешь, Вот знакомлюсь с девушкой И представляюсь ей. Меня зовут Кивив. То есть он вместо Р и Л Говорил букву В. Так. И плюс еще чучу-чучу-чучу. Так красиво. Чучу-чучу-чучу. Поэт не знал родного отца. Его воспитывал отчим. Сурово воспитывал. По-военному. А благодарный сын, повзрослев, Посвятил ему стихотворение. Единственный и неродной Из первой стычки в угол. Теперь я знаю, что со мной Тебе бывало туго, Но взял меня ты в оборот В солдатскую закалку, Как вот чем струсит. Не возьмет, Как лишь отцу не жалко. Отцу, который наплюет На оханья со сплетнями, Что не жалеет, чуть не бьет Ребенка пятилетнего, Что был родной бы, Так небось не муштровал бы эдак. Все взломом вот чему пришлось Слыхать от дур соседок. Не знаю, может золотым То детство не окрестят, Но лично я доволен им, В нем было все на месте. Также мудрый и твердый Он воспитывал уже своего сына. В письмах пытался передать ему Весь накопленный опыт. Учил не трусить, Но и не рисковать без особой нужды. Многое в нашей власти Есть и не идти никогда. Ни на чьи, в том числе И на собственные подначки. И во всех рискованных случаях Держать свои чувства В собственном кулаке. И помнить, что необходимо Так или иначе сделать дело. А попутное, лезущее в глаза смелость Дело превходящее. Держисть тоже дело превходящее. За них мельком случается И пощекочет, похвалами. Но дело сделанное И без особо очевидных Проявлений смелости Остается сделанным делом. А смело сломанная голова При недоделанном деле Есть предмет минутного восхищения. Не более того. В этот вечер Мы смотрели на Симонова Глазами Виктора Кельха И видели собранного юношу Нежного влюбленного Побывавшего на всех фронтах Военного корреспондента. И вслед за ним В полголоса повторяли. Ты помнишь, Алёша? Изба под Борисовым По мертвому плачущий Девичий крик Седая старуха В салопщике плисовом Весь в белом Как насмерть Одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв Своим бабьим чутьём Ты помнишь? Старуха сказала Родимая Покуда идите? Мы вас подождём Мы вас подождём Говорили нам в пажике Мы вас подождём Говорили Лиса, ты знаешь, Алёша Ночами мне кажется Что следом за мной Их идут голоса Я даже ему благодарна Что я послушала Эти военные стихи Я бы сама их не стала читать Очень тяжело Поэтому здесь я сидела Ну пусть слёзы текли Но я хоть послушала И вот вы знаете Вот какое-то чувство Вот и гордости И грусти И боли Вот это всё вместе Всегда его слушать Очень интересно Читает он Очень глубоко С душой От всего сердца Я же знаю Как Виктор Викторович Кельх Готовится вот таким вечером Он очень много читает Он хороший рассказчик Хороший поэт И хороший выступальщик Вот Поэтому Я вот сидел сейчас Два часа затаив дыхание У меня и слёзы были там И удивление Многим вещам По окончании вечера Были аплодисменты Цветы Благодарность зрителей И жаркий спор Об отношении Симонова К тяжёлым событиям Тридцатых годов Где он был Когда людей стреляли Везде Я вот читал книжки Там страшные дела Понимаете И как он обошёл В своём творчестве Вот эти вещи Да Словословить Конечно можно Это я понимаю Это легко Это по течению Начинается А быть сыном Княжны Как думаешь Под каким топором Ходил он всю жизнь А? И опять же Это не оправдывает Много людей Много людей положили А мы не жили В те годы Мы не жили И поэтому Это огульно Можно хаять Как угодно И всё прочее Я не собираюсь хаять Я просто На эти слова Сылаюсь Поэтом может и не быть Но это гражданин Обязан Так он был гражданином Высшего класса Высшего класса А то что он Значит Не обличал Как-то Публично Там и так далее Да Как это получалось Это очень просто Обличил бы один раз И всё И хана И не было бы его Понимаешь Не было бы его И не было бы Правдивых Мощных стихов О войне Проникновенно Лиричных строк О любви Не было бы Дневников И писем Симонова Никто не написал бы Жди меня И я вернусь Только очень жди Он не рассказал нам О советских лагерях И расстрелах Но от этого Не перестал быть Гражданином Честным и порядочным Человеком Настоящим поэтом С творчеством которого Практически Незнакома Современная Молодежь А жаль Как правильно Дерматин Или Дерманатин Это слово Пришло к нам Из греческого языка Где Дерма Кожа Не случайно Врач Который лечит кожу Называется Дерматологом А дерматин Это искусственная кожа И буква Н В середине слова Не нужна Как вы думаете Умеют ли прыгать медведи? Автор видеоролика Который сегодня попал В нашу рубрику Вот это да Был уверен Что косолапые На такое не способны Но черные мишки Его переубедили Смотрим Друзья Если вчера вы составили из предложенных нами букв слово музыкант Прошу вашего внимания Сейчас мы разыграем между вами пригласительный билет на концерт студии популярной музыки Илон Который пройдет в это воскресенье в 17.00 во Дворце культуры Современник Имена всех претендентов вы видите на экранах А приз достается номеру 10 И это у нас Валентина Федина Валентина поздравляю Приз будет ждать вас на вахте телерадиокомпании Заречный Ну а у меня есть еще один билетик И его я отдам тому, кто первым Внимание, первым Позвонит сегодня с 9.30 до 10 часов утра по телефону 60-67-74 И скажет слово, которое составит из букв на экране Звоните только ни минуты раньше, ровно с 9.30 Всем удачи и отличных выходных До встречи! Субтитры подогнал «Симон»